Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги, студенты, гости нашей школы. Меня зовут Олег Праскулин. Я преподаю в нашей летней школе литературу нашим аспирантам. Я преподаю курсы литературы, которые очень тесно связаны с политикой. Иногда они так и называются. Литература и политика, человек и власть, человек и государство и так далее. И, наверное, именно поэтому сегодня мне выпала честь быть ведущим вечера, второго вечера, нашей замечательной гости Ниной Львовной Хрущевой. И выпала честь быть, так сказать, модератором этого выступления, который будет иметь достаточно свободную форму. И его содержание во многом будет зависеть от ваших вопросов, ответов, комментариев и так далее. Прежде всего, я хотел бы попросить подняться на эту сцену нашего уважаемого гостя Нину Львовну Хрущеву. А затем я очень просил бы подняться на эту сцену нашего дорогого друга, коллегу и всеми любимого профессора Александра Петровича Лугунова, который будет помогать мне, нам, а может быть это я ему буду помогать, а он возьмет борозды управления в свои руки. Александр Петрович Лугунов, в отличие от меня, профессионал. Он профессионально занимается русской историей, русской политикой, русской современностью. И он будет участвовать в нашем полуимпровизированном круглом столе. И также будет участвовать в модерировании этой сессии. Спасибо вам большое. Спасибо, Александр Петрович, за ваше любезное согласие прийти мне на помощь. Итак, еще раз, Нина Львовна Хрущева была представлена нам вчера, поэтому нет необходимости очень подробно останавливаться, наверное, на ее биографии. Еще раз напомню, что она декан школы международных отношений, менеджмента и городской политики. Так я вольно перевел категорию, которой нет пока в русских учебных заведениях. Это известный университет, новая школа в вольном русском переводе, хотя в точном переводе, которая расположена в Нью-Йорке. И знаменита эта новая школа, знаменита своими такими инновационными традициями, если можно так выразиться, хотя в самом этом содержании есть какой-то оксюмором. Прежде чем мы... Сначала я задам несколько вопросов нашей уважаемой гости, но прежде чем к этому перейти, я хотел бы задать вопрос. А Нина Львовна Хрущева, об этом мы говорили, является правнучкой известного государственного деятеля Советского Союза Никиты Сергеевича Хрущева. И прежде чем я начну задавать всякие вопросы, я хотел бы, чтобы все присутствующие здесь ответили на мой вопрос. Кто слышал имя Никиты Сергеевича Хрущева? Почти все. Кто знает более-менее неплохо его биографию, его роль в истории советского государства и международных отношений? Довольно много. Прекрасно. Поэтому, наверное, я очень вкратце напомню об этом человеке. Зачем? Ну, это будет видно через 2-3 минуты. Итак, Никита Сергеевич Хрущев. Дата рождения. Первый секретарь Центрального комитета КПСС с 1953 по 1964 годы. Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Руководитель Советского коммунистической партии и Советского государства. Вот один из его портретов. Никита Сергеевич был невероятно колоритной фигурой. Его очень любили фотожурналисты. Сохранилось много изображений его. Я не буду, конечно, останавливаться подробно на его наследии. Должен отметить, что роль его в истории СССР очень велика. И говорить о ней можно очень долго. Я вкратце суммировал его достижения и его, может быть, антидостижения. Первое. Это аналог. Про. За. По-русски. Прежде всего, реабилитация политических заключенных после Сталинского режима и целых репрессированных народов. Они были декриминализованы. Чеченцы, крымские татары и так далее. Официальное осуждение сталинских репрессий и культы личности Сталина. Как ни странно, сразу же, ну, в американском контексте это очень понятно, но сразу за этими важнейшими для русского, для граждан России, пунктами я поставил декриминализацию абортов. Это очень важный момент. Это он очень тесно связан со свободой личности и свободой тела. До 54-го года аборт при Сталине считался уголовно наказуемым преступлением. С 54-го года это перестало быть, в 55-м году это превратилось в медицинскую операцию. Уменьшение влияния идеологической цензуры и относительной либерализации в области литературы и искусства. Это так называемая хрущевская оттепель. Именно в это время появились в советской легальной печати такие вещи, как, например, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Это текст, который впоследствии просто изымался у владельцев соответствующего журнала, и за него можно было получить уголовное наказание. Ослабление не ликвидация, но ослабление так называемого «железного занавеса». В Москве проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 57-м году. Молодежь впервые за долгие десятилетия увидела сверстников со всего мира. Диалог и сближение с Соединенными Штатами Америки. Хрущев был вообще первым советским лидером, который посетил Соединенные Штаты Америки. Америка во многом служила для него образцом, и именно Никита Сергеевич Хрущев выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку», что вызвало множество ярких произведений в народном творчестве, но, может быть, о них мы тоже поговорим. Успехи в науке и очень значительные успехи в науке в освоении космоса. Это для Америки особенно важно. Всем известно, спутник, искусственный спутник Земли, 57-й год, и первый человек в космосе, Юрий Гагарин. Известно, какой толчок американской науке это дало, потому что Америка была потрясена, она не ожидала таких успехов от Советов. Они случились именно при Хрущеве. И попытки экономических реформ. Они далеко не все удались, но показательно, что были предприняты попытки модернизировать такую централизованную экономическую систему. Это за. Это можно продолжать. Я, естественно, выбрал пункты, которые в наибольшей степени отвечают моим интересам и симпатиям. Против. Черный цвет. На европейской арене. Военное подавление советской армии антикоммунистического восстания в Венгрии. Алексея Дмитриевича Шмелева нет, для него специально этот пункт создан. Антирелигиозная кампания 58-64 годов. Так называемые хрущевские гонения на религию. Между прочим, очень интенсивные, активные религии на протестантизм. Все эти номинации, такие как методизм, баптизм и так далее, назывались в эту эпоху секты. И с ними очень активная шла борьба. В культуре, в литературе, все, кто занимается историей советской культуры, знают, что именно на это время приходится кампания вокруг доктора Живака Бориса Пастернака и травля автора этого романа, лауреата Нобелевской премии, которая привела к его, во многом привела к его скорой кончине. Борьба с нездоровыми явлениями в искусстве. Никит Сергеевич Хрущев был страстным сторонником такого реалистического искусства и очень не любил модернизма. Не любил модернизма, не любил авангардизма. Учил художников, как надо правильно писать, как надо правильно работать. Это тоже имело ряд негативных последствий в развитии советского искусства. И, наконец, начав с ослабления железного занавеса и с попыток установления диалога с Соединенными Штатами, Хрущев, внешняя политика Хрущева приводит в финале, в начале 60-х годов к обострению Холодной войны. В 62-м году происходит то, что русские называют «карийский кризис», а американцы называют «кубинский ракетный кризис». Из-за размещения советских ракет на Кубе мир стоял накануне Третьей мировой войны, возможно, ядерной войны. Вот против тоже далеко не все, их можно продолжить, но мы видим уже, что фигура сложная, фигура неоднозначная, которую нельзя рисовать ни как ангела, ни как демона. И вот очень характерно в этом смысле, это могила, это надгробие Никиты Сергеевича Хрущева в Москве на Новодевичьем кладбище. Причем очень показательно, что этот надгробный памятник создан художником, архитектурно-скульптором, которого Никит Сергеевич Хрущев в свое время очень гранил и преследовал. Это, вероятно, неизвестный. Обратите внимание, вот голова Хрущева, и она... Он не преследовал, он громил, но не преследовал. Простите, громил, но не преследовал. Это, кстати, очень важный момент, но об этом, может быть, мы еще поговорим. И вы видите, что голова Хрущева, она как бы окремлена двумя такими элементами из камня. Черный и белый. Белый явно более значительен здесь, чем вот этот черный компонент. И вопрос... Конечно, каждый из нас, наверное, гордился бы принадлежностью к фамилии, не знаю, там, Рузвельта. Вопрос мой в этой связи к нашему уважаемому гостю. Нина Львовна, вот вы сами ощущаете важность для себя, принадлежности к семье Хрущева? Знали ли вы его лично, помните ли вы его? И оказали ли какие-то детские контакты с ним, если они были, влияние на вашу личность и на вашу будущую карьеру? Спасибо большое. Вы можете подойти и ответить здесь. Я боюсь, что трудно будет передавать. Это работает? Вот это. Спасибо большое. Ну, естественно, чувствую принадлежность. Мы уже сколько времени, сколько минут говорим про Хрущеву, значит, это важно. Да нет, вот все все-таки слышали, хотя бы, если не знают точно, то слышали про него, послышали про него. В Америке лучше к Хрущеву относятся, чем в России, поэтому все-таки в Америке приятно быть Хрущевым. И это как-то влияет, принадлежность к семье, безусловно, влияет на мое отношение к политике. Например, как вчера я упомянула, все мое образование было в области литературы и ведения. Но, тем не менее, литературой ведением я не занимаюсь, а занимаюсь политикой. И я думаю, что это впрямую связано с тем, что, когда я смотрю на лидера, я ощущаю большее знание, именно потому, что я в политической среде выросла. И, кроме того, как Олег упомянул, Хрущев фигура неоднозначная. И часто, даже когда я совершенно не собираюсь говорить о Хрущеве, оказывается, что я все равно должна говорить и объяснять про Хрущева. Например, как он мог, проведя 20-й съезд Коммунистической партии и разоблачив культ личности Сталина, через несколько месяцев войти, или приказать войскам войти в Венгрию в 1956 году. Как это можно соединить? Это часто приходится объяснять, что на самом деле, когда Хрущев стал открывать границы, и стал открывать возможности, и стал думать о своей... о том, как он будет руководить, он сам испугался той свободы, которая вдруг оказалась возможной. И когда тоталитарный лидер или лидер, который выходит из тоталитарной системы, сам сталкивается с возможностями своего политического режима, это, на самом деле, оказывается довольно обычное явление. Люди начинают бояться собственной тени. В общем, это мне часто приходится объяснять и об этом писать. Кроме того, моя бабушка Нина Петровна была большим пропагандистом, она была профессиональным пропагандистом, она была учителем Хрущева. Когда они познакомились, он был ее студентом. Студентом, многие из вас, может быть, знают, может быть, не знают, в том самом Донецке, о котором сегодня, за последние несколько лет, очень много говорят в прессе, в русской прессе, один из очагов восточно-украинской войны с сепаратистами. И она была его учителем, и она его учила тому, как показывать и рассказывать, что коммунизм обязательно победит империализм. Так что, когда Хрущев объяснял, что мы догоним и перегоним Америку, в общем, она посадила эти семена в его сознание, как-то давно-давно-давно, еще до большевистской революции 1917 года. Помню, помню, да, знакома, да, знакома была маленькая, но помню. Помню, что, как, может быть, вы знаете, может быть, вы не знаете, в 64-м году Хрущева сняли, вот именно за то, что он постоянно пытался все поменять и постоянно сделать лучше. И часто начинал одно, потом кидался в другое, потом он очень любил ездить в разные страны, открыв границы, и смотреть, как они делают. У него действительно была такая даже формула, вот посмотреть, как они делают. Он поехал в Америку, поехал в Айву на ферму, посмотреть, как управляются фермами. Он тогда привез такую известную кукурузу в Россию и сказал, что вот кукуруза нам точно позволит догнать и перегнать Америку. Так что он очень любил учиться в этом смысле. Был в Нью-Йорке, говорил, потом вернулся в Москву, говорил долго про пролетариата рабочих, как это все совершенно потрясающе в Нью-Йорке. Потом он отопался от бумажки, поскольку речи писали тогда и сейчас. И сказал, должен вам сказать, товарищи, Нью-Йорк – это ужасный город. Может быть, поэтому я так люблю Нью-Йорк, просто из чувства протеста. И я помню, что когда я была маленькая и очень любила город, и даже знала, что я люблю город, мы приезжали к нему в выселку, и государство его не убили, что было совершенно замечательно. В 1964 году он сказал знаменитую фразу, когда его снимали на Совете Политбюро. Он сказал, что самое большое мое достижение, что сегодня меня снимают простым голосованием. Потому что вы можете представить, что всего лишь несколько лет назад, 10 лет назад, он бы точно уехал или в ГУЛАГ, или его сразу убили. То есть его отправили на пенсию, в такую закрытую пенсию. То есть он особенно не мог, скажем, это было за городом, он не мог приезжать в Москву. Хоть мог, но все время это было с офицерами КГБ, которые его постоянно сопровождали. Он должен был, если он, например, шел в театр, он должен был давать документы в КГБ, куда он идет и зачем. И мы всегда должны были приезжать в субботу или в воскресенье и скрашивать его одиночество. Потому что то, что нужно знать о России, естественно, что русские лидеры, советские лидеры, они на пенсию не уходят. Это все кончается всегда у них плохо. И он был одним из первых лидеров, который все-таки ушел на пенсию. Он был мертв, как политическая фигура, но тем не менее он не был мертв, как человек. Нам нужно было приезжать на дачу и собирать помидоры. И он был большой фермер. То есть если бы он собирался, когда он еще был шахтером, он собирался иммигрировать в Америку, по-моему, в 2014 году. И он как-то сказал, что если бы я иммигрировал в Америку, то у меня бы была совершенно замечательная ферма. Сказал он с сарказмом, потому что он, конечно, представить себе потом уже этого не мог. Но тем не менее ферма была замечательная. То есть его участок, дача была замечательная. Там были и дыни, и тыквы, и пчеленик, и помидоры, и оранжереи. Он сам построил оранжерею. Он занимался гидропоникой, еще когда ей практически никто не занимался. И мы приезжали на дачу, и мне было лет 5-4. И нужно было ходить в оранжерею, собирать патиссоны. Это самоскваш. И собирать клубнику. И это было жарко, и это было неприятно. И мне совершенно не хотелось этим заниматься. Ему присылали в подарок дыни из Украины. И эти дыни пахли. Потому что когда дыни зрелые, они всегда пахнут. У меня всегда было ощущение, что вот сейчас еще немножко это все развалится. Во-первых, нужно было трудиться, что совершенно не хотелось в 5 лет, в субботу. А во-вторых, ощущение было, что вы приезжаете к очень тяжело больному человеку. Он сам это не показывал, но вокруг него все относились к нему так, как он тяжело болен. Потому что уход из власти – это тяжелая болезнь. Почему я вчера сказала, что Путин, или сегодня, что Путин уйти будет очень трудно. Это тяжелая болезнь. И вот это вот я до сих пор вспоминаю, как мы приезжали под эти деревья с тыквами, дынями и так далее, и так далее. Я вам скажу честно, не в Медлдайвей это будет сказано, но у меня с тех пор очень тяжелые отношения с природой. Когда я вижу дерево, я обычно перехожу на другую сторону. Потому что, как бы мне сказал любой психиатр в Нью-Йорке, это на меня сильно вызвало, сильное впечатление. Я все время стараюсь этого избежать. А так воспоминания у меня совершенно замечательные. Он был очень хороший дедушка и разрешал нам делать все, что мы могли. Все, что можно было. Один раз просто одну маленькую историю. В кабинете у него был такой диван, у которого вылезали пружины, или уже даже почти вылезали пружины. И я решила, что это замечательное место, чтобы прыгать там. Я стала прыгать, моя мама пришла в ужасе. И он сразу вошел и сказал, да ладно, они дети, я бы сам с удовольствием попрыгала, но тогда диваны тут точно развалятся. Спасибо. Второй и последний биографический вопрос. Каким образом специалист по сравнительному литературу, видению превратился в политолога и в декана школы международных отношений? Как, почему, каким образом? Про декана не спрашивайте, для меня самая загадка. Профессора. Профессора это, да, тоже загадка, но меньшая. Потому что это в большой степени связано с Горбачевым. В конце 80-х годов и в начале 90-х Горбачев сказал, Михаил Горбачев сказал, Советский Союз – это свободная страна, делайте, что хотите. Так это вообще звучало очень роскошно для советского человека. Я решила поступить в аспирантуру. И поступила в аспирантуру в Принстон, в разные, в Принстон это был мой первый выбор. Но когда я поступила в аспирантуру, я поняла, что вообще-то, конечно, я сравнивать литературу не хочу. Я так, конечно, могу сравнить, раз уже я в аспирантуру. Но вообще для меня сравнивать литературу – это был бонус жизни в Соединенных Штатах. Рядом с Нью-Йорком. Очень важно. И через несколько лет я поняла, что мне намного более интересен жанр 800 слов. То есть мне интересен жанр журналистики. А кроме того, было ощущение, что Америка совершенно не понимает, как интерпретировать Бориса Ельцина. Я начала писать статьи. И начала писать статьи про политику. И мне повезло. Я стала писать колонку в Los Angeles Times. И дальше уже как-то это все пошло. И дальше, и дальше. Я дальше получила постдок в работать с Джорджем Кеннадом и Джеком Мэтлоком. Джек Мэтлок был последним, практически последним послом Советского Союза. И уже когда это все, когда мой постдок кончился, уже никто даже не смел спрашивать у меня, есть ли у меня кредиты, чтобы преподавать не литературу, а международные отношения. Вот так. Спасибо. Дорогая Нина Львовна, вот теперь, наверное, мы кредитом не будем ее спрашивать, правда? Мы зададим несколько вопросов, связанных с... А, вот с чего, пожалуйста, начнем. Вам довелось уже в юные годы встречаться с выдающимся политическим деятелем нашей эпохи, то есть с вашим дедушкой. С какими последние годы вам довелось видеть политических деятелей новой эпохи? В частности, нашего руководителя Владимира Владимировича Путина. Ваше мнение о перспективах, мы кое-что говорили на вашей предыдущей встрече, о перспективах России, от руководства Владимира Владимировича Путина, и его личности. Вот ваши сравнительные впечатления. Сравнительные. Спасибо. Михаил Горбачев на меня производит неизгладимое впечатление. Скажу вам честно, это герой. Давайте начнем с герой. Да, очень большой герой. Мой и, с моей точки зрения, должен быть героем многих людей, потому что очень, к сожалению, сегодня многие в России к нему относятся не очень хорошо, потому что вот он разводил страну, Советский Союз, была страна великая, а теперь она меньше великая, хотя, конечно, исторически он ее не разваливал. Делал всякие ошибки, перегибы, недогибы и так далее. Но, с моей точки зрения, Горбачев велик тем, что он дал возможность миру выбирать. Как там уже дальше мир выбрал, это было решение других стран, но он дал возможность выбирать. Я когда-то с ним разговаривала, и спросила у него, почему он не ввел танки, потому что, кстати, к вопросу о Венгрии, это все время возникает вопрос. Значит, Хрущев ввел танки в Венгрии в 1956 году, Леонид Брежнев ввел танки в Чехословакии в 1968 году. И Хрущев, кстати, очень расстроился, когда вошли танки. Он сказал, прошло 12 лет, и мы так ничему и не научились. То есть, имея в виду, что мы только так, как мы только и можем танками подавлять. И у Горбачева тоже была такая же возможность. Он мне сказал, мне звонил Николай, и те, кто хорошо знает историю, могут добавить, что это Николай Ичушевский. И когда вам лидер Советского Союза говорит, мне звонил Николай, это слегка шокирует. И говорю, мы должны спасти Польшу. То есть, это было очень интересно, потому что всегда для вот этого блока Польша, это вот последняя защита между Западом и не Западом. Мы должны спасти Польшу, мы должны ввести танки в Берлин. И Горбачев сказал, я объяснил Николаю, что я не могу, потому что я уже обещал Гельмуту, и я понимаю, что он говорит о Гельмуте Коле. Я уже обещал Гельмуту, что мы вмешиваться не будем. И это, в общем, с моей точки зрения, это большое, это большая отвага со стороны советского лидера вот остановиться и сказать, что мы не можем диктовать миру. Если мир не хочет быть с нами, то мы диктовать ему поведение не можем. Так что Горбачев мой герой. Дикчейни я упомянула вчера, долго про него рассказывала. Не буду, не буду, но он тоже на меня производит несгладимые впечатления. Я долго за ним охотилась, и теперь, наконец, с ним знакома. И два раза я встречалась с Владимиром Путиным не в формальном режиме. Спасибо большое. Так что, наверное, может быть, другие люди здесь, присутствующие, могут ответить на этот вопрос лучше. Но моя первая встреча с Путиным была на культурной почве. В концерт в консерватории. И знаменитая певица грузинская Нана Бригвадзе пела в консерватории. И пришло слово, что там будет, что пойдет на ее концерт Владимир Путин, поскольку он любит культуру. Но он не пришел. Это был 99-й год. Владимир Путин был премьер-министром. Тогда он был премьер-министром Бориса Ельцина. Он не пришел. Все отстахнулись с облегчением. Зачем нам этот маленький прыщ? В общем, московская интеллигенция. Интеллигенция – это люди суровые. Они к ней своим относятся с некоторым презрением. И сказали, что зачем нам нужно прыщ? Пусть. И пошли в дом одного из ведущих музыкантов, где Нана Бригвадзе продолжала играть на белом огромном рояле и продолжала петь. Вдруг звонок снизу. Владимир Владимирович идет наверх. Все в шоке, поскольку никто уже Владимир Владимирович не ожидал. Владимир Владимирович поднимается, открывается дверь. Вход и Владимир Владимирович и снабиска и московская интеллигенция смотрят на него. А он из Петербурга. И он все-таки из КГБ. А КГБ, как вы знаете, интеллигенция любит редко. Или не должна любить. Или тогда еще не любила. И говорит, вот там Владимир Владимирович, что да, Наня Бригвадзе, вы такая замечательная певица, я вас очень, к вам очень хорошо отношусь. Все молчат. То есть очень такая, если вы читали Ревизора Гоголя, то это не моя сцена. Одна из гостей, прекрасная грузинская женщина, говорит, Владимир Владимирович, я уверена, что если вы попросите Наню Бригвадзе, она вам обязательно споет. Владимир Владимирович подходит до серийной комнаты, потом он падает на колени и делает несколько шагов на коленях. И говорит, Наня, пожалуйста, спойте, вы самая любимая моя певица. Наня поет прекрасно. Владимир Владимирович там остается еще 10 минут. Он знакомится с теми, кто есть в этой комнате. Так что я пожалую ему руку. Знакомится с теми, кто есть в этой комнате, еще несколько минут остается и уходит. И московская интеллигенция, которая обычно всегда, в общем, довольно, как я сказала, снобистская, моментально начинает его любить, потому что он понял, в чем сила московской интеллигенции. А это был момент, если вы занимались уже историей, это был момент, когда Путин не очевиден был как президентский кандидат. Он был одним из президентских кандидатов, но были другие президентские кандидаты. И я помню, что я, уходя из этого дома, я подумала, что вот, скорее всего, Путин сейчас выберут, потому что за ним стоит московская интеллигенция. Это вот такое мое было первое столкновение с Путиным, очень интересное. Я думаю, что если вы его спросите, он сейчас это будет отрицать. Но я своими глазами видела несколько шагов Путин, который прополз на коленях к мастеру культуры. Спасибо. Александр Петрович, я думаю, в вашу очередь. Да, в вашу очередь. Задать вопрос, может быть, тематически связанно. И рекоментировать это. Это возможно. Кирилл прокоментировать. Я даже не знаю, все было так хорошо и толково сказано. У меня встреча с Путиным была одна и совсем в другом контексте. Он готовился ехать к Батемалу, где должен был решиться вопрос об Олимпиаде в Сочи. И вся его команда пыталась готовить какие-то культурные проекты, чтобы показать, что у России и Батемалу древних связей. На самом деле никаких связей не было никогда, как вы понимаете. Но все долго искали. А на факультете, которым я имею честь руководить, есть мезоамериканский центр, который занимается изучением до Колумба цивилизации и изучением вот этой классической мезоамерики. И нас, руководительница этого центра, пригласили вначале к одному из его помощников на беседу. И мы рассказывали, что это такое. И самое главное, что оказывается, чему мы не знаем, именно русский ученый Кнорозов расшифровал первым иероглифом древних майя. И это так всех вдохновило, что через 15 минут нас пригласили, чтобы мы то же самое рассказали Владимиру Владимировичу. Он был чрезвычайно либерален, страшно заинтересован и в совершенно восторге. Он несколько раз сказал, как это действительно русские впервые сделали. Да, сказали мы. Так это действительно наш ученый сделал. Да, сказали мы. Так это правда, вот мы пионеры. Да, Владимир Владимирович. На этом правда все и закончилось. Сообщение. Но потом Галя Яршова, руководитель центра, сопровождала его вместе с делегацией и участвовала там, как его консультант. А в том, о чем вы говорили, мне очень понравилось ваше сравнение и ваши вопросы к себе и к залу. Простите, вы стоите, я сижу, это неловко. К себе и к залу. А вот вы знаете, когда я сам размышляю о том, хорошо или плохо, черное или белое в деятельности Хрущева, в деятельности Горбачева, для меня, понимаете, всегда очень важно учитывать пределы, пределы возможностей человека. но вот, допустим, есть математическая задача, и ее не могут решить античные математики и средневековые. а в новое время ее вдруг решают. Но появляется новая задача. И в 17 веке ее решить не могут. но вот до 17 века медицинка не предполагалось, что женщина и мужчина это разные физиологические организмы. она рассматривала это как единый организм, ну, правда, женский с некоторыми недостатками. И только в 17 веке медики начали формировать разные проекты. Так вот и политика. А вот Хрущев. Есть задачи. Да. Критика Сталина. Но, кстати, к этому уже был готов и только Хрущев. Правда, у него первого хватило смелости это сделать. Вот. Открыть дверь на Запад. Да. Но дальше пределы и возможности решение политической задачи. Я пущу тебя на Запад, но если я буду вести тебя за руку, мало ли ты что можешь натворить. Я приму тебя в Россию, но я тебя буду вести за руку. Ведь так же за руки водили всех и актеров, и ученых, и писателей и вплоть до 80-х годов. Потому что в голове не укладывалось, что вот маленькая девочка может приехать в Америку и вообще без присмотра работать. Ну, как это может быть? Предел. Вот есть предел. Дальше я не могу, потому что я не могу решить эту задачу. У Горбачева свой был предел. Вот он открыл властность и сказал, думайте, как хотите. Вот, не нацитирую. Живите, где хотите, как хотите. Ну, а дальше? Ведь, а дальше? Одно тело. Жить в обстановке и условиях, когда все думают более или менее одинаково. Читают одну и ту же литературу, смотрят одни и те же фильмы, учатся по одним и тем же программам. И с такими людьми я могу работать. А как только я сказал, читайте и думайте, как хотите, оказалось, что все думают, читают, говорят совсем не так, как я. А как руководить таким людям, которые мыслят одинаково? Вот вам в планете это может быть непонятно, да и даже тем, кто из России, уже не всем понятно. А мое поколение прекрасно понимает. Вот что у нас произошло в университете, когда в 96-м году пришли студенты, которые пошли в первый класс в период перестройки. Да? Раньше к нам в Москву приезжали мальчики и девочки из, не знаю, Свердловска, из Ленинграда, из Воронежа, из Томбова. Хорошо подготовленные, хуже подготовленные. Но в принципе они учились по одним учебникам, читали одну литературу, смотрели одни фильмы, ну, с редким вариантом. Кто талантливее, кто менее талантливее, кто больше читал, кто меньше. А тут вдруг пришли дети в 96-м году, которые в 85-м пошли в первый класс. И пока они учились, каждый год все менялось. Новые книги, новые авторы, новые проблемы. И одни учились по учебникам, где было написано, что Ленин герой и создатель социализма. других, что на самом деле никакого социализма не было, а был там казарменный социализм, и не было революции, а был... Вот они все вместе совершенно разномыслищие собрались в одну аудиторию. И профессора, очень хорошие, прекрасные профессора, стали в тупик. Как преподавать, когда все в аудитории мыслят по-разному? В политике еще сложнее. Вот эта проблема, как работает с разномыслищими людьми, то есть первый класс, я открываю двери, второй класс, но проблема, что делать, если двери открыты? Вот здесь уже не хватает незнаний и опыта. Второй класс, я разрешаю думать, как хотите, но как управлять такими людьми? Не получается. А сейчас, сейчас не знаю, или мы переходим в третий класс, я имею в виду Путин, путинизм и все прочее, либо мы возвращаемся в класс второй, или в первой. Ну, на повторное обучение. Всякое может быть, извините, что я так долго. Спасибо. Спасибо большое. Я задам последний вопрос, а дальше вопросы будет задавать аудитория. Вопрос полубиографический. В наследии, можно я с большим удовольствием еще раз не щелкну, чтобы все посмотрели посмотрели на Никита Сергеевича. В имя Никита Сергеевича Хрущева до самого последнего времени было не то, чтобы забыто в России, но оно не было так актуально, как имя, например, Сталин. И лишь в самые последние годы оно неожиданно стало снова звучать, причем очень часто искусство националистов, патриотов, государственников очень негативно в контексте. Дело в том, что именно Никита Сергеевич Хрущев в 1954 году подписал тот указ, который передавал Крым из ведения Российской Федерации Украинскую социалистическую республику. И собственно, то есть Крым является юридической частью Украины, тогда еще советской Украины, теперь независимой Украины, сравнительно недолго. И именно Хрущев очень часто стали в этой связи вспоминать, обвинять и утверждать, что он не имел юридического права на подобного рода передачи. И вот в этой связи нет, я не хочу вас спрашивать, как вы относитесь к факту передачи Крыма Украине. В этой связи у меня вообще вопрос о Крыме. Насколько часто вам приходится перед американской аудиторией, перед русской аудиторией касаться собственно крымской проблемы и какова ваша позиция по этому вопросу. Спасибо. Спасибо вам. Я, кстати, хочу вопрос о замечательном выступлении Александра, когда он говорил о том, как жить, когда все свободны и что делают в системе политической, которая не понимает, как здесь себя вести. Я хочу процитировать, когда Путин становился президентом, и вышла книжка, написанная тремя журналистами, называется «От первого лица разговоры с Владимиром Путиным». Кстати, если хотите понять Путина, читайте эту книжку, там все сказано, там никаких от первого лица разговоры с Владимиром Путиным. Все про Путина там сказано, лучшее никто не написал. Это его аннотированная биография. Я его чутирую. Жизнь, она такая простая штука на самом деле. И вот все его, все 15-летнее правление Путина, она стремится к этой простоте, чтобы в демократической формуле была вертикаль власти, то есть, чтобы не было никаких разнообразий, которые могут помешать стабильности. Насчет Крыма. Вы знаете, я, к счастью, Хрущевым не занимаюсь. Поэтому специалист, специалистом по Крыму я не являюсь. Мне всегда очень нравится, когда лидеры, как Хрущев, как Горбачев, которые пытались заменять систему, очень не до конца и неадекватные, все-таки каким-то образом менялись, их действия часто называют волонтаристскими, нелегитимными. Когда мы говорим о Сталине, мы очень редко говорим о том, что это все нелегитимно. убили миллионы людей, зато был такой закон убить миллионы людей. Это, кстати, вопрос о сильной власти. Вы посмотрите на этого человека. Он вам идею сильной власти не дает. Он слишком много улыбается. Это так не бывает. Задают мне вопросы. Первый, когда Крым сейчас обратно присоединялся к России, мне пришлось очень много об этом говорить и писать. Почему-то все считали, что я обязательно должна это за Хрущева объяснить. Я в России, да, вы не просили, но целый год я говорила только про Крым. В России я про это никогда не говорю, потому что я не хочу ссориться с многими людьми, к которым я хорошо отношусь. Но Крым наш, это большая русская идея. Это в общем был акт человека, который хотел систему, монолитную систему сталинскую уже в 54-м году демонополизировать. То есть, например, все решения всегда исходили из Кремля. И идея Хрущева была, что если Крым находится там, то не нужно, чтобы это была вертикальная власть, что они могут горизонтально этот вопрос решить. Там строился регионационный канал, за который должен был отвечать Кремль. Хрущев сказал, что давайте лучше Украина за это будет отвечать, так намного удобнее. он ездил по мое тетя была с ним вместе в этой полеске по Украине, он очень любил ездить, обожал ездить не только за границу, но и по России, по разным странам. Даже есть фотографии у меня, где Хрущев ездит по... Вы знаете, что такое гуляшный коммунизм? Кто-нибудь слышал? Не знаете. В Венгрии был социализм, но социалет социализм с капиталистическими элементами. Его в Советском Союзе называли гуляшниковой коммунизм. И Хрущев ездил по деревням Венгрии, по фермам Венгрии, чтобы узнать, как они это делают. Есть у меня фотографии, он едет в телеги, сапоги в грязи и с ним аппаратчики. И они в ботинках, и они в грязи, и ненавидят они вот так, что просто смотреть страшно. А он ходил и пытался понять, как это делается. И вот точно так же он ездил по Украине и пытался понять, как это сделать лучше. И Крым тогда был в большом забросе. И в общем, как бы он хотел его отдать украинцам, чтобы украинцы, будучи там рядом, за ним ухаживали. И умолял их еще, они не хотели Крым брать. Он их умолял и говорил, что вот, а мы вам эти субсидии, те субсидии, еще что-то дали. Ну, возьмите, ну, зачем? Ирригационная система, прямо вверх, вам будет хорошо. То есть, он еще употреблял свои пропагандистские, такой, он был большой, не, как сказать, давитель, он очень давил, напор у него был очень большой. Ричард Никсон был, к сожалению, жертвой этого один раз. Так что, вот такая история из Крыма, и если вы читаете, что Хрущев был пьяный, не верьте, он не пил. Это его пункт с Борисом Лельцином. Он действительно, вот у него постоянно были такие идеи, как обустроить Россию, как сделать эту систему лучше. Он это делал очень плохо, поскольку он двигался из одного плана в другой план и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это то, что стояло за его решением. И очень интересное решение Владимира Путина поднять Хрущева на щит лидеров, которые разбазаривали российское и советское добро. А вот он, Владимир Путин, он сильный лидер против Хрущева. Вот это вот очень интересный вопрос, почему он выбрал именно Хрущева своим оппонентам в этом разговоре. Спасибо.